Друзья, всем привет! С вами Маша Соколова и сегодня, пожалуй, самый долгожданный ролик у всех. Сегодня мы говорим о сушке. Да, наконец-то я созрела вам записать этот ролик. Очень долго с ним тянула, потому что сушка вопрос очень сложный, очень индивидуальный. Но я решила записать его в таком формате. Я расскажу конкретно про себя, что я ела на сушке, какие продукты и почему. А дальше вы уже сами для себя решите, как вам действовать, какие продукты выбирать. Я просто дам вам подсказки, которыми я пользовалась перед подготовкой к соревнованиям по фитнес-бикини. Итак, у нас есть три основных компонента, на которых мы делаем акцент при составлении рациона на сушке. Всем известны белки, жиры, углеводы. Существует огромное количество диет. Кето-диеты, низкоуглеводные диеты, белковые диеты и так далее. Сегодня я вам расскажу конкретно ту схему, которую даю всем своим клиентам, которые приходят ко мне на тренировки, в которых просто есть цель снижения веса, коррекция фигуры и там цель достичь красивого, хорошего, подтянутого тела, спортивного. Все, что вам нужно сделать при составлении рациона. Первое, это высчитать свою норму БЖУ и второе, подчистить свой рацион от грязных продуктов. Как мы высчитываем БЖУ? Я всегда даю такие пропорции. Полтора грамма вилка на килограмм веса, полтора грамма жиров на килограмм веса и 2-3 грамма углеводов на килограмм веса. Да, я никогда не придерживаюсь низкоуглеводных диет. Для обычного человека в обычной жизни это совершенно не нужно. Вы можете держать хороший колораж и хороший БЖУ вот в таких пропорциях, при этом снижать вес, если у вас достаточно физических нагрузок при вашем образе жизни. Как считать, соответственно, БЖУ для себя? На данный момент существует бесконечное количество приложений, сайтов, где вы можете просто максимально тупо вбивать продукты, которые вы кушаете в течение дня, и вам все автоматически посчитают. Это супер, почему нет? Это максимально просто. Вы в течение дня вносите за дату все, что вы съели, вам автоматически счетчик выдает ваше БЖУ, и вы не паритесь на тему того, можно вам что-то скушать или нет. Отлично, если у вас есть такая возможность, пользуйтесь. Если вы достаточно дотошный товарищ, то вы берете каждый продукт, калькулятор, ручку с блокнотом и высчитываете для себя БЖУ вручную. Например, вы берете гречку и знаете, что у меня есть 68 грамм углеводов за 100 грамм. Если вы съедаете 100 грамм гречки в сухом виде, соответственно, вы кушаете 68 грамм углеводов. В БЖУ все просто, запомнили. Поговорим о продуктах. Я не хочу сильно зацикливаться на этом, потому что все максимально просто. Информации достаточно. Я хочу вам дать вот такие легкие советы, чтобы вы быстро схватили ту суть, о чем я пытаюсь вам сказать. Чистим рацион продуктов. Вот этот перечень продуктов вы можете купить, допустим, себе на неделю. Чуть-чуть, правда, надо будет добавить мяса сюда, потому что вам не хватит этого на неделю. И, собственно, прекрасно себе расписать диету и поддерживать себя в абсолютно хорошей форме. Это будет дефицитом калорий для вас при наличии, естественно, хороших интенсивных физических нагрузок. Первое, с чего мы начинаем углеводы. Что есть из углеводов в моем рационе? Как вы видите, это гречка моя любимая, ем ее круглый год на завтрак, обед и ужин, овсянка, хлебцы. И также из углеводов у нас присутствуют зеленые яблоки и огурцы. Мы тоже относим к углеводам. Это овощи, хотя овощи, в принципе, на подготовке я не считала. Также я кушаю из углеводов булгур, ем бурый рис, ем макаронные ствердые ствердые пшеницы. Все, из углеводов я больше не ем ничего. Соответственно, вы навсегда должны забыть про булки, про мучное, про сладкое, про подсолнечное масло в том числе, и, естественно, про сахар, и про такие не очень хорошие крупы, как манка, те же гречневые именно хлопья. Нет, потому что у них очень высокий гликемический индекс, это ни к чему. Все максимально просто должно быть в вашем рационе. Следующий пункт – это белок. Здесь у меня, видите, естественно, курогрудку, мою любимую, яйца и творог. Творог обожаю, но кушаю только на подготовке, непосредственно на сушке самой перед соревнованиями. Всю молочку я всегда убираю. Также из белка у вас, естественно, может присутствовать речная рыба, может присутствовать красная рыба, но при этом вы должны вписываться в свое БЖУ с учетом жиров красной рыбе. Естественно, может присутствовать индейка, может присутствовать говядина, иногда даже может присутствовать баранина, но вы должны опять-таки вписываться в свое колораж и в свои нормы БЖУ. Готовим все без масла, естественно, либо на пару, либо на антипригарной сковородке, в идеале запекаем. Из овощей я лично на подготовке ем только огурцы, больше не ем ничего. Но вы можете запросто использовать любые овощи, там, болгарский перец, помидоры, салат айсберг Если вы любите овощные салаты, пожалуйста, кушайте на здоровье И обязательный, очень важный пункт на сушке, это, конечно же, жиры, особенно для девочек Очень часто девочки любят снижать свой колораж, снижать количество углеводов, кушать большое количество белка и не доедать жиры Внимание, при отсутствии нужного количества жиров в рационе у девушки у нас начинаются проблемы с циклом Это совершенно катастрофа, потому что начинаются проблемы с гормональной системой И это совершенно недопустимо, это огромная жертва ради того, чтобы быть в хорошей форме, это ни к чему На данный момент даже очень многие спортсмены практикуют кето-диету Когда у вас повышенное, наоборот, содержание жиров и пониженное содержание углеводов в рационе Но об этом мы поговорим чуть позже А жиры беру я из чего на протяжении подготовки? Авокадо Без авокадо я вообще не могла жить, я ела их там по три штуки в день Тренер, конечно, об этом не знает, я говорю, что я ела половинку Но авокадо я очень люблю, очень классный продукт Орехи, естественно, омега-3, очень полезная штука Но из орехов я предпочитаю миндаль, потому что там меньше всего жиров Потому что орехи действительно очень тяжелый продукт В кешу, например, в грецком орехи жиров прям очень много И, как правило, если вы там скушаете 30 грамм орехов, вы практически перебьете свою сразу дневную норму Естественно, льняное масло Льняное масло использую в больших количествах Утром обязательно столовой ложками утаща и заправляю ими овощные салаты И, конечно же, творог Творог обязательно у меня был на протяжении всей подготовки Потому что там кальций, которые необходим нашим суставам, волосам, ногтям и всему остальному Творог никогда не ела обезжиренный Объясню, почему Возможно, это миф один из них Но когда молочный продукт обезжиривают, он теряет свою консистенцию Для того, чтобы он сохранял именно ту плотность и тот вид Туда добавляют огромное количество стабилизаторов Что отрицательно сказывается на нашей форме И вообще это совершенно ни к чему Я ем там 3-5% и совершенно прекрасно себя чувствую И обязательно, очень важный компонент сушки это вода Вода, обязательное условие на подготовке, на диете Пить вы должны много Потому что у вас должны хорошо работать почки Они должны хорошо выводить продукты метаболизма нашего Соответственно, воды нужно пить от 1,5 и выше литров Я не говорю о том, что вы должны заливать 3-4 литра в день Нет, это совершенно не нужно Но приучитесь пить хотя бы 1,5-2 литра воды в сутки Это отличная привычка, особенно для девушек Потому что воды в нашем организме сложится, становится все меньше Особенно в коже А это ведет к преждевременному старению И это нам не нужно Вот примерно тот перечень продуктов, которые я употребляю практически всегда Перед непосредственно под водкой к сцене на сушке меняется буквально чуть-чуть колораж Я убираю молочные продукты, убираю часть углеводов Но это все настолько тонко, это нужно исключительно для спортсменов Что я считаю, что моим прекрасным зрителям совсем вникать в это не нужно Вот вам простые советы, которые позволят вам оставаться всегда в хорошей форме Если при этом у вас присутствуют еще тренировки, кардионагрузка, колораж на полторы, там 1600 калорий Вы будете себя замечательно чувствовать и будете находиться в прекрасной форме В описании под этим роликом я оставлю перечень продуктов, которые подходят для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме И оставлю вам план диеты примерно на полторы тысячи калорий в сутки Я надеюсь, что вы им воспользуетесь, попробуете, напишите свои ощущения после этого Напишите, возможно, какого результата вы добились через полторы, например, недели использования именно этого плана питания И поделитесь со мной своими ощущениями в комментариях, потому что я хочу быть для вас максимально полезной Так вот, основные компоненты сушки Это, естественно, тренировки Это питание, которое мы сейчас разобрали И витамины Все, что касается тренировок и витаминов, вы можете увидеть уже на моем канале Эти ролики есть Обязательно переходите на канал и смотрите их Ставьте лайки Не забудьте подписываться на канал, потому что впереди еще очень много выпусков А я надеюсь, что эта информация вам пригодится Что я объяснила все максимально понятно и доступно С вами была Маша Скалова Пока!